В Махачкале проходит международный политологический форум «Российский Кавказ». В столицу Дагестана съехались ученые и общественные деятели со всей России. Всего около 800 человек. В республике подобная дискуссионная площадка собирается впервые. К участию в форуме подключили и молодых политологов. Поприветствовал гостей глава республики Рамазан Абулатипов. Самые актуальные проблемы развития российского Кавказа. Это станет главной темой обсуждения семидневного международного форума. В республику съехались ведущие политологи страны, чтобы высказать свою точку зрения. На пленарном заседании выступают не только со сцены, но и из зала. Здесь также присутствует молодежь, слушают с интересом, ведь форум обещает выделить самые острые проблемы общества, с которым столкнулась молодежь, копнуть самую их суть. Прежде всего, поздравляю всех с праздником единства народов Дагестана. Праздник единства народов Дагестана подразумевает внутреннюю генетическую связь и единство со всей Российской Федерацией, со всеми народами Российской Федерации. Поэтому это праздник наш, региональный праздник, но вместе с тем мы считаем, что это является и общенародным праздником для всех наших друзей, русского и других народов Российской Федерации. Конечно, надо анализировать сегодня Дагестан, исходя из вызовов, факторов. Есть факторы стабилизации, есть очень много особенностей развития политики, экономики, культуры. И политологический форум, наверное, это в большей степени, это когда мы показываем, демонстрируем готовность отвечать на вызовы, которые есть этому обществу. Посмотреть изнутри это общество. Этноконфессиональное отношение, гражданская идентичность, политические институты, вопросы, вынесенные на обсуждение участников форума, разносторонне и важны. В первую очередь для реализации госполитики России, и только потом для привлечения общественности к изучению многогранного наследия республики. То, что мы видим сверху, и то, какие связи, взаимосвязи внутри этого социума, это две большие разницы. Однажды, когда Владимир Владимирович Путин приехал в Таджикистан, мы ехали в машину, он мне говорит, Вы как специалист по Кавказу, скажите, вопрос задает мне, да? Я говорю, Владимир Владимирович, вы знаете, понятия специалист по Кавказу не существует, потому что там за каждой горой другой Кавказ. Поприветствовал участников форума и депутат Госдумы Карачаева Черкесии. Он отметил, что именно эти обсуждения помогут найти ответ на вопрос, что делать и в каком направлении двигаться российскому. К сожалению, по многим очень серьезным вопросам, касающимся в том числе жизни на Кавказе, будь то экономика, политика или что-то другое, толком никакой дискуссии не ведется. Некоторые принимаемые решения, откровенно говоря, вызывают самое мягкое, что можно сказать, непонимание, а как следствие неприятие во всех слоях общества. И, конечно, вот такая дискуссия, такой разговор, они важны, как никогда. Уверен, что по итогам будут выпущены какие-то сборники выступлений, статей. Здесь блестящие специалисты собрались, люди, от которых мы ждем предложений, взвешенных позиций, профессиональной оценки того, что происходит, рекомендации того, рекомендации, что нам нужно изменить или в каком направлении развиваться. Конечно, это касается не только Дагестана, а, повторюсь, как минимум всего Юга России. И я лично возлагаю на это очень большие надежды. На пленарном заседании прозвучал не один доклад о национальном процессе формирования общероссийской идентичности, рассказал академик РАН Михаил Горшков. О том, как с помощью науки противостоять современным вызовам и угрозам, говорила гостья из Москвы Оксана Гамангаутвина. Потому что в определенном смысле можно сказать, что на земле Дагестана воплощается удивительная идея, древняя идея античного мыслителя Платона. Как известно, Платон считал, что идеальным государством должны управлять философы, подразумевая под последними тех, кто овладел сложной наукой диалектики. И в определенном смысле можно сказать, что эта практика воплощается в Дагестане. И не только потому, что, как я сказала, что руководитель доктор философии, но и потому, что, как мне кажется, здесь можно увидеть воплощение мысли Платона о доминировании идеального. Он, как вы знаете, считал, что миру материального предшествует мир идеального, а именно эйдосов, которые важнее материальных ценностей. Об этом и о многом другом ученые республики и всей России будут дискутировать еще 7 дней. В трех залах Дома дружбы пройдет 11 панельных дискуссий. Будет действовать политологическая школа Каспий. Кроме того, в ходе форума запланированы также выездные сессии в Дербент и Ахвахский район. Мадин Рамазанов, Руслан Салихов, Исуп Гази Амаров, Эльмира Байрамбекова. Время новостей.